всем привет сегодня про креатив хорошо известные данные и есть и новые данные про эту замечательную добавку исследование показывает что 90 процентов людей профессионально занимающих занимающихся спортом считает что применение специальных биологических добавок пищи является необходимым фактором для достижения высоких результатов среди пищевых добавок определенной популярностью пользуются креатин моногидрат сегодня перед поездкой к жикарю специально ездил покупал чтобы загрузиться был перерыв в первое десятилетие 2000 года активно накапливались экспериментальные практические данные об его эффективности и применении в это время было установлено что пероральное использование креатина вызывает рост мышечных волокон активирует синтез миозина стимулирует синтез гликогена и активирует пролиферацию столовых клеток миосателлитов или как их еще называют сателлитных клеток показано что применение креатина как активного элемента спортивного питания соответствует на сегодняшний день критериям безопасности и так что же такое креатив креатив это незаменимое натуральное природное вещество метилгуанида уксусная кислота которая содержится как в мышечной ткани так и в нервной ткани человека и необходима для энергетического обмена мышечного движения и вообще человеческого существования в организме креатина содержится около 100 140 граммов дефицит креатина ассоциируется с рядом физических и даже умственных расстройств а человеческий организм синтезирует креатин из трех хорошо известных вам аминокислот это глицина аргинина и метионина все эти аминокислоты являются компонентами белков первая реакция синтеза это трансоминирование при этом донором выступает аргинин а акцептором глицин и в этой реакции образуется гуанидин ацетат гликоза циамин и данный процесс протекает в почках вторая реакция синтеза креатина протекает в печени при участии гуанидин ацетат метил трансферазы далее при наличии энергии то есть одинозин 3 фосфата образуется как раз креатин фосфат у людей ферменты которые вовлечены в синтез креатина локализуются в печени в поджелудочной железе и почках приблизительно 95 процентов общего пула креатина как раз и запасается в тканях мышечных волокон в тканях мускулатуры и только пять процентов в сердце в мозгах и яичках общий пул креатина у людей состоит из креатина в свободной форме и креатин фосфата креатин фосфат после дифосфорилирования это необратимая реакция превращается в креатинин ну а креатинин выделяется с мочой и в любой диагностической лаборатории можно провести анализ на креатинин креатин используется в качестве компонентов для спортивного питания как мы уже и с вами выяснили его популярность как пищевой добавки объясняется быстрым ростом мышечных волокон мышечной массы силы и выносливости этот эффект вероятно связан с тем что креатин является осматически активным веществом которые способствуют задержки воды внутри клеток моногидрат креатина связывается водой по мере того как ассорбируется в мышечные клетки поскольку большое количество креатина запасает запасается то соответственно большее количество воды привлекается в мышечную клетку и как раз этим эффектом объясняется гидротирующее влияние креатина на мышечную клетку которая приблизительно на 75 процентов и так состоит из воды но приобретенные вес частично может теряться после приема добавок креатина а еще действует через ганг рецепт рецепторы гамма-аминомасляной кислоты в центральной нервной системы креатин ослабляет острую реакцию на стресс что конечно же интересный факт многочисленные исследования на сегодняшний день показали что креатин снижает утомляемость и улучшает умственную работоспособность это связано с тем что креатин играет ключевую роль в гомеостазе энергии мозга будучи временным и так называемым пространственным буфером для цитозольного и для цитозольных и метах хондриальных бассейнов одинозин 3 фосфата и его регулятора одинозин дифосфата креатин также положительно как вот выяснилось в недавних исследованиях влияет на когнитивные функции пожилых людей креатиновые добавки могут быть эффективны с дополнением витаминов для снижения уровня гомоцистеина я сегодня был в магазине спортивное питание на ленинском проспекте и как раз увидел там добавку все думал брать или не брать от кевина леврона креатин моногидрат и витамин b6 а понятно почему поскольку витамин b6 как раз и снижает уровень гомоцистеина а еще добавки креатина 20 граммов в день в течение фазы так называемой загрузки а потом 10 граммов в день в конце двухмесячного исследования привели к снижению общего холестерина и холестерина липопротеи и или и липопротеидов низкой плотности по сравнению с плацебо с плацебо были такие исследования при этом без значительного влияния на уровень липопротеинов высокой плотности еще одна новость приятная для женского пола креатин успешно стимулирует экспрессию коллагена и проколлагена фибробластов совместно с так называемым коэнзинку соответственно креатин по сути имеет эффект проколлагена то есть возможно с помощью добавок креатина уменьшать появление морщин а также улучшать качество кожи недавно я выступал с на онкологическом конгрессе в омске доклад назывался рак физические упражнения и диета и приводил интересные данные посвященные изучению влияния креатина на организм пациентов перенесший рак и в одном из исследований креатин принимался совместно с физическими нагрузками у онкопациентов эта работа была проделана в 2013 году ламброс шведские ученые с авторами так вот выборка была 30 пациентов с раком головы и шеи которые получали радиотерапию и принимали по 5 грамм креатина в день исследователи сообщили о более значительном увеличении массы сухого тела участников которые принимали креатин по сравнению с теми кто принимал плацебо и это очень важный результат так как для сохранения мышечной массы которая характерна для онкологических больных а следовательно если низкая мышечная масса то очень плохо переносится химия и радиотерапия и если сохраняется мышечная масса то сохраняется физическая функциональность сохраняется скорость метаболизма и для онкологических пациентов рекомендуют поддерживать или даже повышать уровень физической нагрузки и вот такая работа она вышла как бы первое применение креатина совместно с физическими нагрузками показали отличный эффект но друзья вы также должны понимать и знать что длительное сидение без перерыва особенно это касается офисных работников может способствовать ухудшению в обмена глюкозы и увеличение уровня системного воспаления кроме того вот такое длительное сиденье в офисе наряду с отсутствием физической нагрузки в свободное время способствует развитию тромбоэмболии поэтому обязательно проверяйте уздг так называемых нижних конечностей артерии и вен кстати у физически же активных людей риск смерти от любой причины был на почти на 70 процентов ниже по сравнению с неактивными и риск онко специфичной смерти на 70 процентов ниже так что друзья делайте выводы на сегодняшний день считается что самой безопасной добавкой креатина является моногидрат креатина другие как другие формы они как правило более дорогие и не под не получили подтверждение такой вот большой эффективности с научной с научной стороны чем больше синтезируется это в нашем организме атф тем больше вы можете сделать повторение в том же зале в ходе выполнения упражнения энергии атф тратится на образование актин миозиновых соединений то есть выполнение механической работы ресинтез одинозин 3 фосфата идет благодаря как раз запасом креатин фосфата для этого им нужен вот этот свободный креатив которые активизируют деятельность всех метаболических путей связанных с образованием атф вот такой вот круг поэтому и нужна повышенная концентрация креатина в мышечных клеток клетках углеводы прием углеводов с креатином помогают ему лучше достичь чем 40 граммов углеводов как считается вот в последних научных исследованиях достаточно и они всегда будут лучше в такой вот совокупности чем просто чистый креатив но есть следующие как бы интересные выводы и в то же время как и выводы так и разногласия эксперты по бодибилдингу принимают вот как принимать креатин одни эксперты по бодибилдингу считают что креатин нужно принимать после тренинга поскольку он эффективен для восстановления и многие при этом ссылаются на работу 2013 года когда креатин моногидрат в количестве 5 грамм увеличивал и силу и мышечную массу у бодибилдеров в большей степени если принимать его после тренировки чем у тех кто принимал его до тренинга при этом бодибилдеры еще маленькое такое интересное замечание при этом использовали 1,9 ну почти 2 грамма белка на килограмм массы тела ну то есть считается что креатин плюс углеводы и плюс белки лучше работает чем сам по себе один креатин моногидрат а в чем еще разлага разногласия в том что в других силовых упражнениях некоторое исследование некоторые исследователи спортивные предлагают принимать креатин как до так и после тренировки либо еще есть такие данные 5 грамм за 45 минут до тренировки с другой стороны вот совершенно как бы свежие исследования 2021 22 года показали что пока это непонятно оптимально это или не оптимально выводы в конечном счете что креатин да эффективен но необходимо дополнительное исследование как его принимать до или после на мой же взгляд я пробовал как бы по-разному и делал биоимпедансометрию на медоса там можно посмотреть количество воды в мышечных клетках там ну и так далее нужно просто чередовать оптимальная порция креатина это 3 5 грамм то есть это 0,1 грамм на килограмм массы тела в день по рекомендациям международного сообщества спортивного питания можно конечно грузится как многие делают по 20 25 граммов день то есть это 0,3 грамма креатина на килограмм веса тела в течение пяти тире семи дней но прием обычной стандартной дозы даст абсолютно такой же эффект только нужно подождать там в течение 30 дней ну это вот добавки а что с питанием как вот можно ли восполнить креатин с помощью мясных продуктов оказывается можно но чтобы достичь нужной концентрации креатина нужно съедать 1 килограмм 100 граммов либо мясо либо рыбы но это обыкновенному человеку не не под не под силу причем рекомендуют лосося лосось и говядина кстати 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 ладно это я потом опущу если побочные эффекты от приема креатина прием больших доз креатина у многих людей вызывает диарею поэтому как бы пугаться но не надо надо уменьшать просто дозы поскольку креатин является осматическим агентом и происходит при этом еще и увеличение веса тела при приеме креатина но не за счет жира а за счет воды в мышечной ткани не принимайте креатин если есть хоть какие-то проблемы с почками растворять креатин достаточно трудно в воде и многие это знают я вот предпочитаю в капсулах поэтому есть микро ионизированный креатин который лучше растворяется в воде на продукте вот как раз я хотел это и сказать на продукте который вы покупаете должна быть надпись сертифицирована ncf для использования в спорте вот такая если надпись есть то всего все окей еще хочу привести достаточно интересный факт изучение молекулярного механизма нарушения сократимости сердца при инфаркте миокарда привело к выводам не укладывающим в общепринятое представление об энергетическом обмене сердца в результате научных исследований выяснилось что одним из неизвестных ранее регуляторов силы сокращения сердечной мышцы является креатин это открытие кстати было сделано академиком чазовым евгений ивановичем и внесено в государственный реестр научных открытий ссср под номером 187 с приоритетом аж от 6 ноября две тысяча девятьсот семьдесят третьего года я еще учился в школе вот такой он многоликий друзья креатин всем здоровья и моногидрата креатина verschичствами перемativ памятной кятеля кятел